Привет, ребята, это Алена, это канал 30+, я медицинский психолог, нутрициолог здесь про здоровье, ментальное и физическое. Сегодня говорим про нарциссизм и нарциссическое расстройство, самое важное. Напоминаю, что это видео носит рекомендательный характер и, как всегда, подписывайся на меня, если тебе интересно все про твое ментальное и физическое здоровье. Во многих случаях такая история, как нарциссизм, не является диагнозом. Это концепция в психологии, которая позволяет объяснить или описать человеческое поведение. То есть мы здесь понимаем, что нарциссизм определяют как любовь к себе. Но это все бла-бла-бла и название «Вялость» от имени греческого мифического персонажа – нарцисса. Нарцисс был, кстати, красивым охотником, влюбившегося в самого себя и со временем свое отражение в воде. Наклоняясь к воде, чтобы поцеловать свое отражение, он не мог его видеть, так как он продолжил созерцать свое отражение, пока не умер от жажды. Представляете, какая тут фишка? В самой простой форме нарциссизм в современном использовании термина «не хорош, не плох». Это просто история иногда патологии. Здоровый нарциссизм – это способность чувствовать удовлетворение собой и своими достижениями. Вот это круто, вот это здорово. Я смог, я победил, у меня получилось. Здоровый уровень нарциссизма – это как нормальный уровень дофамина. Это важно, это значимо, это то, что вы можете и ощущаете. И здоровый уровень нарциссизма развивается в детстве, если родители дают вам свободно формировать свои мнения, выражать свои самые уязвимые эмоции, встречая их поддержкой, не критикуя и не стыдя. Так что, по сути, вы должны на самом деле любить себя, если вы действительно умеете это делать. Например, если вы обладаете надежной сердцевиной любви к себе, вы можете видеть на ненавистной работе, вы можете вообще видеть на ненавистной работе летящие у вас, к примеру, стрелы. И да, иногда эти стрелы несут вам урон, но вы это стерпите, и у вас внутри по-прежнему есть сердцевина, которая позволяет чувствовать удовлетворение жизнью. Вот так живет человек, у которого есть хоть какие-то небольшие проблемы. Когда вы вечером, например, уходите с работы, вы способны переключиться на что-то другое, что делает вас более счастливым, восстанавливает поврежденный внешний слой, и вы расслабляетесь. Патологический нарциссизм – это другая история, и это безостановочное движение в направлении преувеличения собственной значимости, накручивания себя, и во многих случаях совершение каких-то патологических действий исключительно для своего удовлетворения. Это вообще зачастую идет в ущерб другим, и когда вот с таким вы встречаетесь, вот это кошмар. Для некоторых это сродни нужде у кого-то отбирать, чтобы почувствовать обретение. И, соответственно, эти люди растаптывают очень часто других, и хотят ощутить превосходство, и победа другого человека ощущается действительно проигрышем. Поэтому, если хотите больше узнать о психическом и физическом здоровье и саморазвитии, подписывайтесь на мой канал, передавайте его, и пусть эта информация будет для многих. На этом канале я рассматриваю такие темы, как гиперактивность, депрессия, тревога, питание, нутрицептики. Почему это все связано? Все психическое здоровье основано на физическом, и это взаимные такие моменты. Я видео стараюсь публиковать часто, если хотите их видеть, тоже ставьте колокольчик. Вся информация на этом канале предназначена для обучения, и действительно, вы можете рассматривать индивидуальные советы лично, можете работать со своим терапевтом. Напоминаю, нарциссизм это неплохо, нехорошо, но только есть нарциссизм и нарциссическое расстройство, и очень важны различия, которые я назвала. То есть, все то, о чем мы говорили, это супер важно для вашего восстановления, и самые уязвимые эмоции встречаются, но их можно, с ними можно работать. Вот так.